Радио Вера Подарок это от риэлтора Манкувера Сергея Турицы Билеты уже разыгрывали, Давид был, дом почти купили от Сережи Турицы Путешествовать тоже обещали в самом начале нашего эфира Но если путешествовать, всегда очень важно, как это путешествие организовано Чтобы не потерять время и деньги, а чтобы эти деньги были вложены реально в удовольствие На сегодняшний день я знаю только одного человека, который может вас взять за руку И повезти с собой туда, куда, где действительно будет классно Это Максима Травел, Света Синюк, с которой я уже не однажды путешествовала Поэтому ей даже не нужно меня за руку брать, я сама прилипну, что называется Свет, привет! Да, доброе утро, доброе утро, Александра, доброе утро, Денис Доброе утро, уважаемые радиослушатели Я, как всегда, очень-очень счастлива, что я здесь Мы тоже, Светочка, я знаю, что хочу тебя первое спросить Бизнес у тебя успешный и занимаешься ты путешествами и индустрией туризма очень давно И как вот я у Сережи сейчас спрашивала Кроме того, что у него тоже зрелый стыд, все в порядке А он, тем не менее, поддерживает наши проекты всегда И мы, конечно, ну понятно, как мы к этому относимся И как к этому относятся жители города Ванкувера Потому что у них появляется возможность получить то, другое, третье А это возможность есть, потому что мы можем это сделать А мы можем это сделать, потому что нам просто помогают Вот такая ниточка, да? Вот ты организовываешь путешествия Я имею в виду путешествия, когда мы вместе едем куда-то Или это Израиль, где мы вместе уже более дважды Или это Карл Увары, куда ты собираешься в мае опять отправить народ Я уже знаю, что те люди, которые были, говорят Мы едем только со Светой и неважно куда Вот это вот только бы со Светой, неважно куда Свет, где этот ключик, как ты его нашла И где эта скважина, что-то ее так, ну, дверная Которую ты так этим ключиком открываешь Но в твоем вопросе, в твоем вот, как говорится Да-да, комментарии Я вижу два вопроса Один вопрос, почему Радио Вера? Почему вот поддерживаю, почему Израиль мы вместе делаем И другие какие-то проекты И второй вопрос, почему люди хотят именно со мной поехать Вот два вопроса А при чем ты начнешь отвечать Ответла на Синюк, Максима Трау, тоже подарок Самый веселый и смешной вопрос Канун праздников Билет на концерт Давида Гвинианида 604-295-96-16 Да, ну, первый вопрос Почему я поддерживаю Радио Вера? Потому что я уже говорила не раз Что я была у самых истоков образования радио И я видела, каким, как вообще все это начиналось И я уважаю, я от всего сердца уважаю людей, которые очень тяжело работают Получается, я не думаю, что тяжело работать это самый лучший вариант Нужно не только тяжело работать, но и умно работать Интересно Интересно иметь, как по-английски говорят, фан Но когда я вижу, сколько старания, сколько времени Сколько вот Я понимаю Да, у меня английские слова прям выливаются Русские я перевожу сразу на русский Но именно вот вдохновение и всего то, что вот здесь вы организовываете Это меня очень уважаю 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 Уважуха Мне очень нравится, когда говорит Света Синюк У нее есть такая смешная такая фишка Когда она говорит, что ему говорят хи-хи И так может позволить себе такая очень красивая, кокетливая дама Несмотря на то, что она бизнесменша Спасибо, спасибо У меня второй Второй, давай второй Да, у меня вот здесь второй Действительно, я уже думаю, может быть, мне как-то принести тестимонию У нас, которые у меня клиенты, которые были И мне очень-очень приятно Спасибо, мои дорогие, любимые, родные радиослушатели И когда вы мне звоните и говорите Светлана, вы про нас не забудьте Следующий год мы опять едем То есть те клиенты, которые ездили со мной Которые мне звонят и говорят, что опять хотят поехать И пожалуйста, не забудьте Некоторые клиенты у меня уже год из года Один клиент у меня четвертый раз уже со мной записывается ехать Именно только со мной И когда они говорят тестимонию Когда они говорят, что только со Светланой Только со Светланой Вот действительно, очень-очень приятно Это мне напоминает, знаешь, что это Когда я активно занималась, как это, тургидством Да, и когда я делала экскурсии по Ванкуверу И когда я делала экскурсии по Ванкуверу Я когда обнаружила, что со мной в автобусе Один и тот же человек уже раз в пять-шесть Я думаю, может он готовится тоже этим заниматься И пытается выучить маршрут Я к нему подошла и говорю, скажите Я вот вижу вас постоянно Вы уже были Или вы так любите Ванкувер Или вы записываете, конспектируете На что он мне сказал Александра, будете еще раз двадцать делать Я еще поеду Я сразу вспомнила Помнишь, когда Как звали певицу Денис Ну, очень известная Людмила Зыкина Когда она приезжала, по-моему, в Грузию Или куда-то Ей говорили, ты не бой, только ходи туда-сюда Так я тогда подумала Что мне можно вообще зайти Вот молчать И этот человек будет со мной ездить Так что я понимаю, что такое преданность И когда нравится Ну, а почему ты думаешь, почему? Потому что люди чувствуют Когда ты отдаешь все сердце Когда ты делаешь людям все Как бы ты делал для себя Для своих родных и близких Люди абсолютно отвечают тебе тем же Светлана Синок Давайте оставим сердце Хотя бы немножко для себя самих Да, друзья Вот, кстати говоря По поводу щедрости И по поводу теплоты Действительно Такого душевных Человеческих качеств Вот одно из них Светлана Сегодня нам преподнесла Вот такие подарочки Ну, понятно Здесь традиционные сосульки Рождественские Подарочный гиф-сертификат На 20 долларов Друзья Шоколадка Но вот я смотрю Буклетик очень хороший Красочный Яркий Оздоровительный тур Прага плюс Карлова Вары Тур состоится Я так понимаю С 8 по 23 мая, да? Да Вот я, кстати говоря Вот честно, друзья Обращаю внимание на стоимость Стоимость весьма и весьма привлекательная Шикарный тур Огромное количество дней Получается Это 14 ночей Это 2 недели В Европе Да, у меня обычно выбирают Или 2 недели Или 3 недели 14 или 21 день В зависимости Но включается действительно все И еда 3 раза И тритменты 3-4 тритмента в день И экскурсии Экскурсии индивидуальные будут Только для нашей группы Со специальным Самым лучшим гидом То есть Хорошо, что Денис Хорошо, что мы сегодня Снимаем то, что происходит в студии Когда Светлана Синёга Синёга рассказывает Как это будет И как это И эти её глазки И всё остальное И я хочу сказать Что когда такое вот Посмотришь То поедешь точно Свет, ну серьезно Если Прага Блестящий город Злата Прага Это один Я вот была сейчас недавно В европейском турне И вот самые яркие впечатления Это, конечно, от Праги Плюс Карловары Две недели Я знаю Успешная была очень поездка Эта поездка Та, что будет в мае Через несколько месяцев Она похожа на предыдущую Или это будет что-то другое Она похожа на предыдущую Но ещё больше Personal touch Ещё больше внимания Даже я добавила элементы Которые Я постоянно с каждым годом Всё улучшаю Улучшаю И учусь И слушаю своих клиентов Что они мне говорят Как они хотят отдыхать И у меня несколько уже историй было Из года в год Все разные, естественно Одна история у меня была Когда я составила программу Когда каждые полдня Мои клиенты принимали тритменты То есть ванны, водичку пили А остальные полдня мы бегали То есть это у нас был автобус Или машина Там что у нас по плану И мы ехали в кассел В какой-то замок красивый-прекрасивый Потом мы ехали в какой-то ресторан С национальной кухней Где нас там встречали И показывали нам Вообще там 15-16 столетия Эти кружечки Где нашу девочку там наряжали В королеву Играли на гармошках Там прыгали перед нами И танцевали То есть я сделала программу Чтобы каждые полдня Потому что я знаю Что как можно больше люди Хотят получить Как вот из Израиля Вот утром выехали Вечером приехали И мои клиенты После второго или третьего дня Говорят Светлана Вы как хотите Но мы завтра Никуда не едем Я говорю Как? У меня такая программа У меня так вообще Все распланировано Так все здорово И так все интересно И столько историй Мне говорят У нас такие ванны У нас такие грязи Мы нет 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 И нет Нет А последний день Никакого замка ЮНЕСКО нам не надо Мы остаемся И мы просто наслаждаемся И вот я один вывод сделала И так у меня каждый раз Какие-то разные выводы Другой вывод у меня Был насчет экскурсий У нас были индивидуальные 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 экскурсии И одна экскурсия у нас получилась Что в автобусе Получилась В прошлом году у нас Такий вышел вариант Что в автобусе Когда мы решили Автобус Нужно познакомиться с людьми Столько много отдыхающих Мало ли Знакомства будут идеальные Потому что люди со всего мира Из Германии Из Италии Из России Из Казахстана Отовсюду Но когда Экскурсия прошла Все было конечно великолепно Гид был на высоком уровне Но оказалось Что индивидуально Нам всем больше нравится Когда гид только с нами Когда он нам Рассказывает Рассказывает Только для нашей группы Когда у нас ведет Такие потайные местечки Где большой группой 30-40 человек Не зайдешь А Карла Вавара У нас обычно такая Интимет Такая маленькая группа Обычно не больше Чем 20 человек Ну в общем Выводы делаются Каждый год И выводы В лучшую В лучшую В лучшую сторону Поэтому наверное Вот такие отзывы Друзья Делайте выводы Почему Потому что Для всех Кто будет бронировать Тур До 14 января Да Депозит 250 заплатят Да Предоставляется Скидочка И Гифт Тритмент Ваучер Да Так что друзья Думайте Думайте об этом Думайте об этом 9 часов И 46 минут Это радио Вера На 96 И 1 И ФМ Светлана Синюк Сегодня наша гостья И говорим мы О поездке В ближайшее время В мае В Карловары И в Прагу Я хочу напомнить всем Что тем Кому захочется Выиграть сегодня От Максима Трава От Светланы Синюк Билет на концерт Давида Гвинианидзе Нужно позвонить По телефону И спросить Свету Что-то такое Что это заставило Ее улыбнуться 604 295 96 16 Свет Какое количество Планируется людей Или нет такого Там 10 20 человек Сколько будет Столько будет Максимум 16 На Карловары Я предпочитаю Когда группа маленькая Потому что нам Очень много Внимания нужно И это же не Просто вот Сайт Сиэн Что мы бегаем С места на место Как я уже сказала Это именно Лечебная программа А скажи Лечебная программа А вот Когда летят Туристы Вы летите вместе Уже из Ванкувера Или кто Как добирается сам Мы летим вместе Из Ванкувера Но были у нас Варианты Когда были Такие Люди например Ехали в Украину Или в Казахстан Или в Москву После поездки Нет Можно и после поездки После поездки У нас тоже Кстати был вариант Но до поездки Уже было Вот три раза У меня Когда отдыхали С родителями Потом Ехали в Карловы Вары Я организовывала Трансфер И все Присоединялись Группе Ну а если никто Если хотят ехать Только вот скажем На 2-3 недели Отдохнуть Тогда все вместе Вы летите обычно Через какую страну Мы летим обычно Я выбираю Такие рейсы Когда время Очень удобное Потому что тоже Благодаря своим клиентам И благодаря себе Естественно Когда рейс В 7 или в 9 Даже утра Из Карловых Вар Вернее из Праги Из Карловых Вар Нам надо выезжать За 5 часов практически Ну 4 с половиной И если выезжать В 3-4 ночи Это просто Просто Не очень приятно Для организма А вот скажите Вот Вы летите из Ванкубера Через какую страну Чаще всего А в прошлый раз Мы летели Через Лондон Два года назад Мы летели Через Амстердам Также хороший вариант У нас через Мюник Через Франкфурт Но сейчас Когда я выбираю Сейчас я смотрю Люфганза Очень хорошо летит Когда у нас в час С хвостиком Вылет из Праги И туда мы прилетаем В очень удобное время То есть я подбираю Самое лучшее для клиентов Как бы я хотела Для своего здоровья Безусловно А вот еще такой вопрос Вот вы прилетаете В Прагу Да В Праге Вас уже кто-то встречает Или Да конечно Уже в Праге встречают И везут в Карловуары Да Да То есть это тоже продумано Это тоже продумано А еще такой вопрос Люди, которые останавливаются В гостинице Ту, которую ты им готовишь Это как называется отель? Эта гостиница называется Кривань Славань И по этой гостинице Название сладкое Кривань Славань Да И у нас столько много У нас по этой гостинице Я обожаю эту гостиницу Она Это одна из гостиниц Которая Во-первых Расположение очень хорошее Во-вторых Директор гостиницы Я слушаю персонал Просто вот Просто настолько добрая И открытое большое сердце Ты имеешь в виду Юрий, да? Который был здесь В гостях Да Юрий Да Система обслуживания Все медицинские тритменты Или как это по русскому Да, да, да Процедуры Процедуры Все медицинские процедуры Очень-очень хорошо организованы Врачи очень такие Услужливые Да У нас был И встреча была с доктором Которая нам все рассказывала И все вопросы можно было задавать И Юрий с нами всегда С нашей группой всегда Он сам встречается И у меня Вот в прошлом году У меня был такой Небольшой такой Как бы Казус Инцидент Да Когда клиенты приехали Сначала говорят Ну что-то еда Вот нам бы хотелось бы Что-то вот По 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 Больше Как бы Другое еще что-то И когда доктор И когда Юрий Объяснили Что Эта еда Именно диетическая И что в соответствии С программой В соответствии С Водичкой Которую пьете В соответствии С Процедурами Которые вы принимаете Вот именно Эта еда Лучше всего Даже Он сказал Что еда Вот эти там Криндельки И какие-то там еще Мучные изделия Желательно бы Чтобы их не было Но сами чехи Когда приезжают Они просто очень возмущаются Даже если они понимают Что они приехали На реабилитацию Они все равно возмущаются И он сказал Просто невозможно Чтобы у нас не было Этих всяких криндельков Но они вообще И не должны быть И Уже через Буквально дней Десять Абсолютно Все сказали Что Все устраивает Все идеально Организм чувствует Как организм оставляется И как Вообще себя Организм чувствует Какое облегчение И что еда Ну в общем Отель Очень-очень хороший Скажи пожалуйста А так чтобы вкусно И похудеть Это Входит Такого не бывает Саша Вкусно и похудеть Вкусно и похудеть Это Я же как сказала У меня разные дополнения И сейчас Я На одной программке Это первый раз в моей жизни Где Я Включаю в свой рацион Алконайзер Алконайзер Это специальная такая Как смуви Где Включается Огурец Селдерей Спиноч Включается Авокадо Коктейль Да Коктейль И когда ты его пьешь Во-первых Ты наедаешься Потому что авокадо Огурец А во-вторых И вот я хочу запрос послать в отель Могут ли они нам это делать Потому что После этого Коктейля Чувствуешься идеально То есть Я в принципе Добавляю всякие разные Интересные вещи И вот с этим коктейлем Кстати можно похудеть И даже я знаю Как похудеть Да Исходя из твоей стройности Ты такой коктейль Пьешь каждый день Но уже три месяца И он вкусный привкус Ты готовишься к Да Я готовлюсь обслуживать своих клиентов Потому что Этот коктейль Кстати Не для Только Ну в принципе У меня это было не для похудения У меня было для того Чтобы у меня было много энергии Чтобы у меня было много Работоспособности Чтобы я могла Как можно лучше Обслуживать своих клиентов Да Света Я послушаю Ну в мае Поездка в Карлову Вары И Юрий Который здесь был тогда У нас была Нам организовывала встречу С ним И он очень хорошо рассказывал И дарил нам подарки Такие специальные чашечки Из которых нужно пить У источников Да Вот Реально Как ты думаешь Вот две недели достаточно Для того Чтобы оздоровиться Или это мало Чтобы оздоровиться Я бы поехала На три недели Если у вас есть время Потому что Реально Оздоровиться Например Например Сашенька Например Ты 60 килограммов 75% 75% У тебя воды Это получается Где-то 45 литров Там 44 Там у тебя воды Да Значит В день Обычно Человек выпивает литр То есть получается 300 граммов До завтрака 300 до обеда 300 вечером Ну и потом еще Там из 15 источника Можно сколько хочешь Водички пить Но литр выпивается То есть когда человек Выпивает за 21 день 21 литр И потом через год Он приезжает Еще выпивает 21 литр Все Через два года У тебя полностью Весь организм У тебя обновится То есть это минеральная вода Имеет настолько много Всяких минералов То есть это и элементы Натрия Калия Магния Сульфата Хлорида Других минеральных веществ И когда у тебя организм Примет все твои 45 литров Ты будешь просто Нью Новая девочка Новая девочка Если вы хотите быть Новыми девочками И мальчиками Вам нужно позвонить По телефону 604-454-9944 Максима Травл Светлана Даты тура С 8 по 30 мая Это Прага и Карловары А поездка в Израиль Это в следующем году Осенью И тоже Если хотите 604 Неправильно Вы все хотите Но найдите время Позвонить 604-454-9944 Кстати говоря Те кто хочет Поснакомиться Со Светланой Приходите на наши концерты Это и старый Новый год Дэвидом Гвинианидзе И 3 февраля Десятилетие Радио Вера 70 лет государства Ираль Там уж точно Мы все увидимся Ну вот Замечательное Светлана Большое огромное спасибо Единственное Вот маленький Буквально короткий вопросик В продолжении темы еды Раз уж мы начали Мы кстати говоря И программу с этого начали Мы сегодня не завтракали Поэтому вопрос такой вот Про еду Без чего Светлана Синюк Не представляет Свой стол В Рождество И Новый год Я имею ввиду Без каких блюд Не представляет Диетических Я обожаю Оливье Обожаю И под шубой Не всегда у меня Два вместе Раньше у меня всегда Было два салата вместе Сейчас я обычно Выбираю Или тот Или тот Но под шубой Это конечно сказка Кто готовит Светлана Вот можете представить Что я умудряюсь Выбираю время И готовлю под шубой Сама Сама Это значит Заботиться о своих близких Это почему Потому что Если ты не заботишься о себе И ты заболеешь Твои близкие Будут больше всего страдать Потому что они тебя Так сильно любят И они будут Каждый день переживать Каждый день ты будешь У них в голове Что как тебе облегчить Твою болезнь Но это Настолько Настолько важно Когда ты Ездишь Карловы Вары Когда ты Здесь Даже в Ванкувере Берешь массажи Когда ты Кушаешь правильную еду Это Да Да Света Я не знаю Мне кажется У тебя вот Ты получила Время Диплом психолога Тоже Слушаем вас Доброе утро Доброе утро Здравствуйте Света Меня зовут Александра Ну во-первых Мою кандидатуру На получение билета Не рассматривать Я просто Звоню по поводу Вот коктейля Который вы упомянули Вот меня жена Такой же коктейль делала И вы знаете Первый раз Там потому что Там сельдерей Я чуть не поперхнулся Так 100 грамм водки Надо было выпить Честное слово Вот Но потом привык И она чувствует Что я вот буду пить Она добавляет туда Ложку меда И немножко капель Лимонного сока И тогда это В общем-то Все очень хорошо пьет Александр Да Еще Еще совет Халапенье Для парней Они любят Такое остренькое Халапенье Да Но вот первый раз Я вам говорю Я чуть не поперхнулся Как будто 100 грамм водки Спытался Хорошо для вас У вас жена Просто идеальная Она вас хочет Чтобы вы жили до 100 лет И я Поклон ей в ноги Поклон ей в ноги Поклон ей в ноги Александр Спасибо Александр С Рождеством вас И наступающим Новым годом Всех с праздником Светлана Огромное вам спасибо Спасибо большое Да я буквально Пару слов У нас время неуморимо бежит Уже утекает И так далее С Светлана С Рождеством вас С наступающим С Новым годом Оставайтесь всегда Такой же яркой Красивой Замечательной Спасибо вам огромное За подарки Вот Я надеюсь Что конечно Наши радиослушатели Послушав сегодняшнюю программу Я надеюсь Еще и В следующем году Мы не раз увидимся Обязательно Друзья Обязательно Принимайте участие В этих самых Оздоровительных турах Потому что Действительно Оно того стоит Вы кстати говоря Можете не только послушать Светлана Но и посмотреть И вы сами Все поймете Да В 2018 году Пожалуйста Пожалуйста Начинайте заботиться О себе Даже если у вас По какой-то причине Не получается ехать В Карловы Вары Все равно здесь Берите массажи Пейте алканайзеры Как Александр сказал Зелененький коктейль И да Бегайте Или дышите Больше Делайте йогу И всех 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 С наступающими праздниками Желаю вам здоровья Самое главное здоровья Ну и конечно Всего остального Что вы себе сами желаете Спасибо большое Всем пока И до понедельника Пока С понедельника По пятницу